Наша школа, значит, 2016 год как волнует, да, по итогам года, наша школа достигла определенных успехов. Значит, мы достигли каких успехов? Мы вошли в 50 лучших школ ДШИ России, мы вошли в тройку лучших ДШИ Республики, мы стали лучшим образовательным учреждением в сельской местности в Российской Федерации, да. Везде, вот где мы здесь занимали места, мы получали гранты какие-то, да. Также мы участвовали в грантовой поддержке, также участвовали в своих конкурсах здесь, да, и везде мы занимали призовые места, то есть, ну, победителями были. Поэтому я считаю, что мы достигли как коллективом, все вместе мы достигли многое. Если взять отдельно под детям, результаты очень хорошие, но если взять вот нашу базу, база у нас отличная, современная база, значит, мы стараемся ее сделать еще более современной. Все условия для детей созданы. Для преподавателей тоже условия созданы. Почему созданы условия для преподавателей? Потому что захотят где-то участвовать, все равно мы будем пробивать, чтобы они участвовали, да. В исследовательской работе, пожалуйста, да, если желаете, ну, как-то вот себя проявить, творческой деятельности, все равно мы поддержим. То есть мы стараемся вот эти все творческие проекты, ну, как бы, притворять в жизнь, да. Если взять вот по результатам того, что, ну, как бы, что школа достигла, я считаю, что детишки достигли в этом году результатов много. 180-190 где-то мест у нас только заочно-очное, дистанционно, это международных. Очень хорошо, что стал работать интернет. Теперь дистанционные очень прекрасные курсы, очень хорошие для преподавателей всякие разные конкурсы, для детишек, да. Поэтому мы участвуем в полную такую, ну, как бы, возможность нашу иметь, да. И если сказать, потому что, ну, как бы, по требованиям контроля, то на эффективный контракт мы перешли, мы работаем по эффективному контролю. Контракту, поэтому наши учителя получают зарплату, я считаю, по достижениям. Первая базовая часть, вторая по достижениям, да, стимулирование. И сейчас, в данное время, мы переходим, ну, постепенный переход на профстандарты. Это тоже, как бы, второй контроль в том, что, чего достигли и как-то. А так, вообще, детская школа искусств работает у нас по двум направлениям. Это реализация предпрофессиональных программ и реализация общеразвивающих программ. Предпрофессиональные – это мы являемся, как бы, первой ступенью профессионального образования. С вузами дружим, с вузами дружим в области культуры, к нам приезжают и так далее.